Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня наш разговор об исповеди. В своей книге «Полюбить церковь» этой теме вы посвящаете главу «Тайна благочестия», и вы подчеркиваете, что исповедь – это таинство. В чем заключается это таинство? – Исповедь – это таинство, в котором человеку, который исповедуется, называет свои грехи перед священником, Господь невидимым образом, таинственным образом прощает его грехи. Вообще, мы называем таинствами все такие церковные священодействия, в которых происходит взаимодействие Бога и человека. Почему таинство? Потому что мы верим и знаем, что происходит нечто. Допустим, вот таинство крещения. Обычный человек вводится в церковь, становится членом церкви. Таинство миропомазания. Посредством миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святаго Духа. Таинство Евхаристии – хлеб и вино таинственным, непостижимым, необъяснимым для нас образом становятся телом и кровью Христовыми. Таинство исповеди, когда человек рассказывает о своих грехах священнику, но не просто рассказывает, а кается в своих грехах, сокрушается в них. И Господь, сам Господь, не священник. Священник так и говорит, я только свидетель твоего раскаяния. Господь отпускает человеку его грехи. Мы верим, опыт церкви, двухтысячелетний опыт церкви говорит о том, что происходит во время таинства. Но мы не можем объяснить это так, как мы можем объяснить химические или физические процессы. Вот происходит одно, второе, третье. И поэтому мы называем это таинством. В исповеди человеку прощаются его грехи. Те грехи, в которых он раскаялся и которые он старается не повторять потом. – Почему простого раскаяния в молитве недостаточно? Надо исповедоваться священнику. – Это установление церкви. Об этом сказано в Священном Писании. О том, что вы исповедуете друг другу согрешение ваше. И, собственно говоря, вот на этом основано установление таинства исповеди. В древней церкви было так, что человек исповедовался всей церкви, вслух всей общины в своих грехах, которые он совершил. И Господь прощал ему эти грехи. Потом со временем вот таинство исповеди приобрело ту форму, которую имеют сейчас и на Западе, и на Востоке, когда исповедь совершается перед священником. Но присутствие другого человека, оно обязательно. И обязательно наличие раскаяния. Потому что просто поделиться своими грехами с другим человеком сегодня могут очень многие. Даже не просто поделиться, а хвастаться этим. Даже что прибавить себе грехов. Но именно раскаяние, именно сокрушение в своих грехах и твердое намерение не возвращаться к ним, не повторять их – это основное условие действенности исповеди. Как надо готовиться к исповеди? – Просто проверять свою совесть, вспомнить все то, что отягощает ее, вспомнить все свои согрешения. Очень такая практика, удобная, последние десятилетия возникла. Обязательно написать на каком-то листе бумаги, чтобы не забыть. И на исповеди, пользуясь этой бумажкой, рассказать священнику о своих грехах. – А может быть такое, что не в чем исповедоваться? – Так не бывает. Бывает, что человеку кажется, что ему не в чем исповедоваться. И понимаете, в чем дело? Человеческая совесть – вещь очень растяжимая. И каждый из нас замечал, что сделал какой-то нехороший поступок. И стыдно, неудобно. Как-то понимаешь, что неправ. Ну, час понимаешь, два понимаешь. К обеду уже как-то все это потихонечку затухает. А на другой день даже не вспомнишь. А что? А ничего. Все нормально. Вообще, христианину нужно регулярно испытывать себя, испытывать свою совесть и проверять, насколько далек он от Евангелия. Вот недаром в вечернем правиле существует повседневное исповедование грехов, когда уже сам, находясь на молитве, человек перед Богом исповедуется в тех грехах, которые он совершил в течение дня. Он их перечисляет и просит у Бога прощения в них. Вот этот навык очень важен. Если мы будем просто, так сказать, забывать изо дня в день о том, что мы сделали плохого, то через какое-то время, когда нам вдруг придет пора идти на исповедь, мы посмотрим внутрь себя и скажем, «А ничего, все хорошо, никаких у меня грехов, вроде больших, нету». Бывает так, иногда приходит человек, «Ну, батюшка, а вот я что, я не убивал никого, не грабил, не воровал, ничего, все нормально у меня». Это говорит о том, что у человека нет навыка такой внимательной жизни, внимательной к самому себе. Вот этот навык тоже надо вырабатывать. Это одна составная такая часть внимательной духовной жизни. – А все ли грехи прощаются во время исповеди? – Все. – А это же убийство? – Если человек в этом раскаивается, если человек полагает готовность, с одной стороны, никогда не повторять, а с другой стороны, претерпеть за этот грех определенное наказание, вот если человек приходит на исповедь и скажет, «Я убил батюшка», да? Вот, например, что надо делать священнику, да? Сказать, «Ты убил, поди, если до сих пор ходишь на свободе, иди и признайся в своем убийстве». Вот это будет твоя исповедь. Если человек пойдет и признается, я думаю, что да, грех будет прощен. – Спасибо, Владыка. До свидания. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Зачастую в быту, выражая ту или иную эмоцию, мы можем присовокупить к этому и имя Божие. И это является не совсем правильным способом употребления имени Божьего. Так как Господь еще в Ветхом Завете, давая заповедь Мюисею, говорит о том, чтобы имя Божие не упоминалось «всуи», ибо Господь не оставит без наказания того, кто упоминает имя Его «всуи». Что значит слово «всуи»? «Всуи» значит «напрасно», значит «без смысла». Поэтому, когда имя Божие употребляется в неправильном контексте, без духовного смысла, вне молитвы, то это неправильное употребление можно считать грехом, потому что является прямым нарушением заповеди Бога, которая была дана человеку. Следует более внимательно относиться к тому, как мы употребляем имя Божие. Следует избегать самого страшного, чтобы имя Божие в нашей повседневной беседе не стало словом «паразитом». И это, конечно же, является страшным грехом. Имя Божие мы можем употреблять только в молитве и только в непосредственном обращении к Богу, либо в каких-то разговорах, где речь идет о чем-то духовном. В противном случае все это, повторюсь, будет считаться грехом и нарушением третьей заповеди, которую дал Господь людям. Здравствуйте, братья и сестры! В наш адрес поступил вопрос, как выбирают крестного? Может ли это быть просто честный, добрый человек с высоким моральным и нравственным принципом, которые, я уверен, будут хорошим примером для моего ребенка, но при этом в всем далекий от церкви? Что такое крестный? То есть это по церквам называются восприемники. Люди, которые воспринимают младенца от святой купели для того, чтобы его наставить именно в христианской благочестии и вере. Поэтому, когда человек говорит, что вот я выбрал хорошего, даже иногда до смешного доходит, что приводят там мусульманина и говорят, вот он будет крестным. Но он не может быть крестным, потому что он не христианин. А первая и главная обязанность христианина – это наставлять новопросвещенного, то есть новокрещенного в христианской вере. Поэтому всегда были очень строгие требования к крестным. Если мы почитаем с вами такие 17-ю век книги, то там было очень все строго. Человек, который не знал основных молитв, такие как Отче наш, Богородица Дева Радуйся, символ веры, не знал 10 заповедей, он не мог быть крестным. И это было всегда важным, потому что крестный, он становится свидетелем вот этого крещения, он становится свидетелем этого рождения, он становится тем человеком, который поможет в дальнейшем человеку укрепиться в этой вере и направить его на путь истинный, направить его путем Царства Небесного. Поэтому крестный всегда, это в первую очередь ответственность. Слава Богу, это многие понимают и иногда даже отказываются от этой обязанности, потому что понимают, что я не могу привести человека к той ответственности, которую не могу принять, ту ответственность, которую хотят на меня возложить. Поэтому все-таки, каким бы ни был добрым человек, каким бы он ни был честным, но для церкви всегда важно, какой он христианин. Если он добрый, ответственный, и именно благочестивый христианин, то церковь никогда ничего против не скажет. Но если человек находится, не может наставить человека в духовной жизни, потому что сам еще не пошел этим путем, он не может быть, соответственно, и восприемником, крестом, отцом или матерью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова